Быстро у нас началась следующая игра, очень быстро даже. Это же хорошо, правда? Да, смотрим Oracle Troth, на самом деле заготовочка такая уже двухмесячной давности, много команд ее пикали. Смотри, на комбинация, кто-то говорил, Клокверк с аппаратом. Да, ты говорил в первой карте, помнишь? Не, я сказал, Клокверк против аппарата, потому что он ему ничего не может сделать. Да, да, да. И вот сейчас банится Разор, четыре бана, и вот ты можешь взять спокойно отреляясь, ты забанил Разора. Грубо говоря, контрпик полный, то есть играть практически невозможно. Забанили четыре героя, и дальше вот уже посмотрим, как будет развиваться. Остался всего один бан. Три, у нас банили постоянно вот в первой стадии снипфайр на первых двух картах. И пака. И пака тоже. Ну просто снипфайр осталась сейчас в пике. А, сейчас снипфайр есть? Да. Видишь, они не боятся с ораклом снипфайр, потому что весь этот магический урон может оракл вторым спеллом покрыть фейт-эдиктом и ультой. Поэтому, думаю, они снипфайр не боятся, но могут взять ее себе, так как она может кого-то вытолкнуть из кого-то в Клокверка. Ну да. Да, это такой микро-плюс. Но Клокверк до нее быстро еще добирается, вот это неприятно. Клокверк мне здесь очень нравится. Клокверк хорош против тролля, Клокверк хорош против оракла. Ты просто садишься человеку, так сказать, на пятки. Но при том же, ты видишь, что Клокверк же был first pick, правильно? То есть, они уже понимали, против кого они пикают своего оракла и тролля, правильно? Вот, опять ситуация. Они взяли Клокверка, правильно? Там сразу оракл тролль дабл пик прошел. И казалось бы, а что вы думаете, что оракл тролль сильнее, чем Клокверк? И вот это вот непонятная ситуация. И бум еще взяли аппарата. То есть, с одной стороны, оракл нивелирует магический урон, да? Но с другой стороны, оракл не может хилить под аппаратом. И вот получается то, что бумаги опять хорошее начало пиков. Посмотрим, что из этого вырисуется. Снова SF-бан от команды GeekFM. В прошлых картах был в первой стадии, сейчас вот. Я думаю, скорее всего, забанили SF под Клокверка. Потому что там был Клокверк, думали, обузка есть такая, Коги Клокверка можно подобивать. И ты сразу приходишь с набитыми душами, с плюсом много урона. Взяли Леона, абсолютно непонятный пик. Клокверк, опять же, и на Леона, и на оракла садится. И непонятно, как играть. Он просто садится и уничтожает. Для себя спрашиваю. Клокверк хорош, Клокверк хорош против Леона и Оракла. Клокверк хорош против героев, которые тонкие, у которых мало ХП. Он в них прыгает, закрывает их, механические ключи. И начинает бить молотком первым спеллом с периодичностью 0,5. И там 95 урона в секунду, это очень много. И такие герои не справляются. Ты даже не можешь спеллом замахнуться. Ты замахиваешься Датстан на Леоне, а у тебя отменяется спелл. Ты не можешь ничего скоснуть. Ты стоишь и просто ждешь своей смерти, и все. Тимберсов заходит для бумов. Очень сильный герой. Сильный герой против тролля, потому что сила Тимберсова в чем? У него много брони. Он астакивает себе броню от крипов, от ударов. А с каждым ударом больше брони. У тролля только физический урон. Как тролль что-то может сделать Тимберсову, никак. То есть пока 3 в 3 тебе пик бумов. Да-да, пока 3 в 3 типа вообще. Изи. Да. Изи мани. Я типа не... Ну я просто... Мог бы поставить, но просто мы не ставим. В этом случае у нас нет возможности ставить. Да, если вы хотите друзья поставить, пожалуйста, зайдите на vplay.tv и сделайте донат. Сделайте доброе дело, внесите свою лепту в спасение этого грешного мира. Я вот еще сидел, думал, мы обсуждали, как там провести турниры от Valve в онлайне. На самом деле просто, ну, подумал, зачем это все обсуждать? Просто нужно помыть руки и все сделать правильно, и будут просто турниры, как раньше. Все просто решится само собой. И все. В онлайне будем катать, да, ты имеешь в виду? Или ты имеешь в виду, когда уже на лане встречаемся? Я имею в виду то, что мы благодаря этому на лане и встретимся. Ну, благодаря тому, что по-моему руки. Да, благодаря тому, что мы все хорошо сделаем. Не, вообще, да, ты знаешь, видишь, люди должны быть более ответственными, это факт. Мы с тобой уже сегодня это обсуждали. Дум. Дум. Я не знаю. Доктор Дум появился. Если честно, очень сложно смотреть на этот пик слева. Вообще, я вижу, прям совсем чуть-чуть, и будет фейспалм. Да. Нельзя лицо трогать. Просто Дум то же самое, ничего не делает Клокверку. То есть тут просто уничтожение. Тут и тимбер, и все аппараты. А почему сейчас так происходит? Вот смотри, вот ты говоришь о том, что Клокверк здесь достаточно серьезно контрит, да, вот это все. И они продолжают пикать то, что не может быть эффективно против него. Почему это происходит? Как ты думаешь? Потому что они просто видят по-другому это все. Вот есть герой Snapfire, который ни в пике, ни в бане. Да. В втором стадии. Я не знаю, почему они так думают. У них, может, свой майнсет в голове. Может, они там тренировали на мажорке. Это стратегии. Сейчас покажут и скажут, что я был не прав. Но в это, если честно, немножко сложно верится. Но пока до этого момента ты был прав. Вот в двух пиках банах ты давал аналитику как раз такую, какая... Там просто было все видно. И тут пока тоже видно. Ну, посмотрим окончательный пик. Я люблю смотреть уже, когда все сложилось. Один пик может поменять все. Может какой-то Аркварден появиться на лоспик, и он соло выиграть игру может. Да, и перепутать все карты. А Snapfire, да, у нас был в бане первых две игры. Сейчас он все еще живой. Для бумов Snapfire, на самом деле, даже тут Snapfire неплохая, несмотря на Оракла. В принципе, мне нравится. Воид Спирит под аппарата. Ну, тут я не знаю. Мы это видели на первой карте, но правда так надо Гигфэм. Гигфэм в первой игре взяли аппарата и Воида и выиграли. Да. Аппарат и Воид Спирит. Там Бофисурка еще залетала, там под Юл играли хорошо через... То есть, как игра происходила? Воид Спирит собирает Юл, прыгает через полкарты ультами, у него два заряда. Цепляет на Юл, дает первый спелл. То есть, Юл длится 3 секунды, потом еще спелл длится 2,5 секунды. За это время через всю карту летит ульта аппарата. И, в принципе, где бы вы не выходили на карте, вас ждет погибель. Ну смотри, при этом очень хорошая мобильность у команды Бу получается, что хукшот, тимбер на чине, аппаратом в этом запускает и мобильный Воид. То есть, очень сложно будет играть. Все так, все так. И в Бан Рикки Мара отправляются у нас? Надоело им против инвизоров играть. Так вот сейчас и Баунти Хантера еще увидим. Опять. А Баунти Хантер уже забанен в первой стадии. Да-да-да, решили вырубать парни. Ну, Аникс Ассин еще вроде живой. Нет, все, трех инвизоров забанен. Нет, Никс в бане. Они уже наигрались против инвизоров. Где Никс в бане? Он первый. Первый там Никс и Баунти Хантер сразу слева. А, вижу, все, да-да-да-да-да. Кускар, снова Кускар в бан. Ну вот, не забывают этом герои у нас парни из команды Бум. Сидит капитан Джейкпм и говорит, я больше не куплю ни одной СН3 в жизни после прошлой игры. Это просто ни одного, я забанил всех инвизоров и сейчас такие Бум блины. Остались еще кто-то? Сейчас мы как раз ее видим. Опа, нужно искать инвизоров. На самом деле тут ПЛ хороший для Бумов. Там Оракл Леон. Ну, Леон высасывает, конечно, по одной иллюзии. И на 25-м уровне тоже там высасывает. Мор там, да, АОЕ Хекс. Но все равно тут был неплохой ПЛ. Ну, главное не поймать думу в лицо. А так все нормально будет? Ну да, главное думу не поймать. Мор, ты при этом пик или дума получается уже после драфта Тиммера, чтобы Тиммер вырубать. А теперь нужно будет думу уже задумываться, куда его там по файту. Морф в последнее время неплохой герой. Очень сильный, с пушечкой там всех уничтожает. А что по позициям у парней справа? Аппарат это пятерка? Да, аппарат это пятерка. Вот единственное, что я хотел сказать, слабенько по линиям получается немножко. Потому что аппарат морф это слабо. Клокверк это саппорт, правильно я понимаю? Да, клокверк это четверка саппорт. Аппарат морф слабенько на линии получается. Когда морф доходит до пятого уровня, он может и сам стоять, в принципе, всегда. Аппарат шестого уровня тоже сильный юнит. До шестого аппарат слабенький, и нужно втроем начинать. И от ОД заходит Джек Фэм на ласт пик, на самом деле редкий гость в последнее время. Нет, против морфа залетает, то есть там я помню такой момент, когда накрывает его астралом, а потом тимон сверху и перекачивает все. Ну я имею в виду, что он слабенько лес фармит, в этом его проблема. Да, у него есть астрал, он может морфа просто с одной ульты убить, если морф будет не перекачан. Тим Берсова может помешать ему, но я видел это и в другую сторону матчап. Если Тим Берсов покупает алибарду, он просто прыгает на ОД, дает ему алибарду и срезает статы на интеллект, а там по много статов срезается. Не знаю, мне не нравится, короче, пик Джек Фэм. У Бумов намного больше нравится. Ну ясненько, Бумы выиграли, короче, да? Ну мне кажется так. Типа, они должны выиграть. Кто куда идет по позициям? Ну вот справа опять же. Кимбер это мид или Войт мид? Не-не-не, Войт Спирит мид, Войт Спирит мид, очень сильный на миде, если еще играет такой игрок, который его тренировал, то начинается на карте сумасшествие. Он берет левел 6, уже можно нажать телепорт, пойти там тролля убить, и там и морфу может помочь легкая, если какие-то сложности будут. Самое главное, там морфа раскачать, если у морфа будет все шикарно, то ни у Д, никто ему ничего не сделает. Морф в легкую и Тимбер в сложную, да? Да, тут главное, чтобы у морфа была хорошая игра. Тимбер, конечно, сложная, да. Тимбер, Клокверк, против Орак, Латраля, в принципе, можно один раз даже крипов там выпалить, и Тимберсов левела с 3-го, с 5-го уровня там вообще фри-фарм полный. Посмотрим, как они исполняют, конечно, все на словах, но как первые три пика шли, первые четыре пика шли, как-то оно все так на одной волне. Непонятно было, чем, собственно, руководствовались джек-фэм. Ну да, и много игр бывает, ну даже вот я уже там какую-то дистанцию посмотрел игр, да, заметил, что часто аналитики говорят о том, что пик сильный, что там, да, тут контратово, тут того, тут того, тут мы закрываем, тут перекрываем, но в конечном итоге все равно все упирается в исполнение, правильно? Или это не тот случай? То есть тут как не исполняй. Ну, в последнее время это больше работает в сторону пика все же. Ну, наверное, это логично. Так, у нас немножечко осталось, друзья, и мы совсем скоро уже будем смотреть финальную игру. Это третий матч, третья карта, вернее, первого матча на сегодняшний день, Юго-Восточная Азия. У нас пять регионов, если я ничего не перепутал, Европа, СНГ, Китай, СИА, Китай, СИА и две Америки, да, все-таки шесть. Я уже готов передавать слово нашим комментаторам, замечательным, которые только что анализировали со мной игру. Давайте посмотрим последнюю карту. Такие прям мультизадачные получаемся, да? Да. Нормально. Ну, в принципе, было дело, таким мы уже промышляли год назад. Шел на этом же месте в это время по Спирихайда, но там у нас есть из него Коги, пока он ходит, и в это время мы даже видим еще и список донатеров. Я так понимаю, обновленный. Да, обновленный. За последнее время. Молодцы, молодцы. Похвально. Так, по линиям. Кто у нас куда идет? Леон идет с дымом в топ против аппарата и... И вот Спирита, Марфа отправляют в мид, то есть... Такое бывало ведь, ну, там, допустим... Поменяли линию, да. Решили оставить Марфа против ОД. Ну да. Я так скажу, Морф с тремя бандами на пятом уровне ОД перекешивает. Ну, перекешивает нормально, да. Перекешивает он этого ОД. Он его спрячет один раз, но пропустит три дыная. Это будет очень-очень-очень неприятно. Да. На самом деле решение необычное, но очень крутое. Кстати, у нас, смотри, в плане хедресок. Вот были матчи, где брали аж по две хедрески на линию. Сейчас у нас тоже вот есть хедреска, как минимум одна. Я ее уже заприметил. Посмотрим, как другие парни взяли. Кстати, у нас был еще момент, когда показывали табличку с донатом, ну, в плане поддержки турнира и так далее, в плане благотворительности. Там были вот голы. То есть, пока только первый гол открыт, основные еще пока неизвестны. То есть, вот при достижении цели финала... То есть, еще может быть? Да, там их очень много было. Там было около восьми было золоченных еще. То есть, только два открытых. Понял, понял. Должны быть еще такие, знаешь, фишки, сюрпризы. Смотрим, как начинается у нас лейнинг. Я думаю, ОД вначале подобивает пару крипов. Все-таки морфлингу нужен левел изначально. Ну да. Потом уже все работает по-другому. Потом пообщается. Да. Потом пообщается. Говорит, давай, давай, попрячь, попрячь. Микото был очень хорош на прошлой карте. То есть, на первой его подышили. Там именно была такая душка в его сторону. На второй карте, когда уже была такая равная битва, именно борьба личного скилла, он превзошел в разы прям Кея. Посмотрим, как бы сейчас. Видел, как сделали. Все-таки Микото, он как мидер, он взял морфа. То есть, в принципе, джекфем могли ожидать, что морф пойдет на мид, когда увидели пик героев. То есть, это не какая-то уже обманка была. Они уже сразу показали, как все работает. В начале у тролля 7-4, у тимбера 2-0. Очень далеко Клакверк был. Так и должно быть в начале, да. Там Клакверк пытался крипов, я так понял, 2 пачки пустить. Да, он застопал и дал ТП на 3-1. Тимбер начинает душить с левелом. Вот ему надо левел 5. Даже левела 4 уже более-менее достаточно, чтобы начало что-то происходить. Как будет происходить дело на миде? Когда морфинг возьмет 5-й левел, придет Клок в спину, и УД не сможет потрятать Астрал. Если УД прячет Астрал, зафармить крипов или спрятать морфа, дальше выходит Клокверк, прячет его в Коге, тогда прыгает морф, и тогда стягиваются уже все телепорты. А что это значит? Да, могут засейвить этого УД с телепортов, но тогда начнет Тимбер фрифармить на линии против тролля, и на топе будет стоять один герой. И это в плюс будет все равно для команды Бум. 14-5 уже у нас тролля, но против крипов начинает стоять. На топе Дримацелл 11-1 имеет против 12-2, но на него еще идет 2 пачки крипов. То есть, думаю, уже зафармил этих крипов. Не хотят давать, не хотят давать зафармить. Как я в целом момент вот Керри такого в Эдспирито? То есть, это через Орчат? Да нет, он будет просто играть, как СМИДа, грубо говоря, понял. А морфин будет играть, как Керри. А, ну да, в принципе, вполне логично. Посмотрим, в принципе, интересно смотрится. Пока у нас старт чуть-чуть более успешный. Команды ГИКФМ, но опять же, они вот за... Ой, подъезжают, а прям за кем ушел. В Астрал у нас морфлинг. ХП есть, в принципе, можно сражаться дальше. Еще парочка ударов в сторону кей залетает. Таких прощальных. И нужно бы подлечиться морфу, а то ХП крайне мало. Так вот, в плане старта ГИКФМ у нас, ну, в принципе, и... Прошлые две карты тоже начинали более успешно. У них вот старт был хороший даже на второй карте. То есть они вели тысяч пять где-то там. Ну, не, не пять, три, около трех тысяч вели. А тут ФБ падает у нас по эту гладь вверх, разминают. Немного Вейтимона, но его Тимбер убить не сможет. Интересно, как будет играть Тимбер? Что будет покупать? Ну и что, Суллинг уже стоит. Ринг Протекшн себе купил. Как-то так. Потихонечку выживает. Из нуля поднимается. Что ОД? 13-7. Вот уже потихонечку. Будет борьба сейчас за руку. Там Нериен, там Хоста. А жаль, хотелось бы. А мана закончилась. Внезапно. Морф. Вот уже начинается проблема. Ну да. Крайне неприятный ему уже становится на линии. Морф начинает его догонять и даже опережать потихоньку. По добиванию. Кстати, он поставил себе ботулки в бану Орфию. Не знаю, стоит или нет. Ну посмотрим. В принципе, у нас уже были моменты, когда игроки передумывали в плане покупки артефактов тех или иных на фастбайе. Стоит 1500 хп. Не хочет ли перекачаться сначала? То 47 урона добивать крипов. Ну да. Неприятненько, конечно. Как он пытается этих крипов. Перекачался бы уже. А то стоит что-то. Ну он, видимо, чувствует героя. Все, у него золотой. Золотой. Ну не платина, конечно. Да, конечно. Ну золото тоже не плохо. Ну конечно, не платина. Конечно, не платина, да. Тут уже не всегда на равных. Тут у него золото имеется на ОД. Ну да. Да. Кстати, интересно бил туда. Потому что я в последнее время много видел билдов через пику. А тут нужно еще урон носить именно с руки конкретно. Тут просто спрятать аганимчиком, так не проканает. Там Леонова, с третьего аппарата пропинговали. Есть колдфис, он эксэфера, но там никто никого не убьет. Ну вот, пять минут матча, всего один фраг был сделан. Пока в центре у нас, ну, чутка успешней идет Кей. По крайней мере у нас, в отличие от первых двух карт, мидеры не умирают. Вот, нет такой дужки 1-1, нет дужки там при поддержке какого-то ганга. Но сейчас вот ганг планирует. Там у нас снизу выходит как раз киклак вверх. Работать уже рядышком, да, есть батареасауды, а коги. Надо уходить. Собственно, произошел момент, про который я говорил. Слишком много играет. Здесь как-то хайд, зачем ты это сделал. Непонятно, я просто взял и отдал фраг. Коллективу гигфэм, ну да ладно. Произошел момент, который я сказал три минуты назад. Потратил астрал, вышел кокер, кстанулись на мид. И кибер стоит один. Вот тут точно про то, что я сказал произошло. Один в один. И теперь посмотрим, как тимбер воспользуется этим преимуществом своим. И что интересно сделает на топе дремоцелл. Потому что три у него 28-1, там 10 крипов на дэнайл. Уже. Дум. Ну провожай, там он здесь куку. И мана дрейн крипа нашел, всю ману высасывает на него. Во саппорта команды гигфэм смещается на верхнюю линию. Здесь пока подцепили куку, есть манголдфит. Ну и поймали на спайк, поймали еще на фортун эндс. И это будет минус по аппарейшну. Третий фраг для команды гигфэм готов. Так румить пошли, так знаешь, активно. Прям не бояться, не бояться, что тимбер сейчас там захватит преимущество. У него же левел 5. Диффуза тут хороший выбор на тролле. Да, неплохо смотрится. Посмотрим, что сейчас произойдет. Потому что тимбер сейчас должен начинать набирать. Все. Не знаю, на тролле, он примет решение. Принял решение свалить. И правильно сделать. Отличное решение. Одобряю. Демонтирует вышку у нас снизу. Буквы тем временем. Там еще смещается у нас на линию аппарейшн. Так что аж три героя снизу. Важный момент именно в катапульте. То, что танкует две пачки крипов с катапультой. Сейчас по золоту... Смотри, Дум полетел в деф-от линию. Там так-то рядом еще есть тролли. Но, опять же, могут возникнуть небольшие проблемы. Поспили в это время нас хайда. Тот на батареал стал, так пытался. Кот поймать не получилось. В это риал поджимают краски в центре еще и микоту. Но тот на перекачке его пробить очень сложно. Но пока все живы. Знаешь что? Странно то, что у Морфа так мало крипов против ОД. То есть он отыграл мид хода среднего. Он просто был на лу-кв постоянно. Или, может, он для себя хил перекачивал. Он все хил мало подвозил. То есть он играл очень часто, когда у него там было 1600 хп и очень мало дэмэджа. Поэтому он экономен на хиле не вывез. А тут, по-моему, двух героев есть минусы по ОД и также по ОД еще и Леон. Вот интересно посмотреть. 21 крип у Морфа. 36, 20 ОД. А нетворс? А нетворс у них одинаково. Да, хил. Не привозил себе Морф. Вот я просто жадничал, но по итогу нетворс не упустил. Я в последнее время, когда игры смотрю, я вот после первой минуты даже крипы сразу пытаюсь не включать. У них разница в 20 дэнаев и в 20 крипов. Ну да. А нетворс у них одинаковый. И левел одинаковый. Левел даже больше на пол-левелом Морфа. Вот так вот. Казалось бы, да? Да, казалось бы. Неприятно. Так, попытка поймать сейчас будет Куку, но тот парень быстро на фейсах. Вышел у нас так, замедление. Из батареи осталось, нужны Коги будут. Но нет, там потруба за земля. Провить под землей сложновато. Хотя вот сейчас подъезжает у нас дальше в погоню еще и Тимберсоу. Накрывают. Здесь неприятно Куку, но тот пока регенит. Когда выиграется Ког, вышел. Пратаранили Коги. И Куку как-то далеко зашел от команды. Хорошее убийство, на самом деле. А тут еще и можно пожать Вайт Эмона. Есть по нему Верундес, Крапчик. Как могла Катапульта пропасть? Я просто пропустил момент. Истопия, это магия. Да, это магия. Я думаю, что Doom Devour нажатие есть, но у него не было он в кулдауне. Поэтому загадки человечества, как можно было отдать Катапульту. Тайна дыры. Да, то есть эта вышка должна была умереть еще три минуты назад. Странно. Не увидел, что там произошло. Может быть, тролль пришел просто. Но нам нужно срочно расследование, я думаю, по этому поводу. Я думаю, он просто согрел крипов тролли. И типа как-то умерла вышка, когда они все на миде там дрались. Возможно, такое произошло. Кстати, там сканировали у нас Морфа, который лица фармит. И я так понимаю, ОД хотел в него ультимейт свой раскастовать. Но не получилось этого сделать. Морф там у нас играет безопасно у себя в лицо. Ну что, перефарм меньше тысячи. Начинали 3-0 у нас парни с GeekFam. Теперь у нас 3-4. Ведут пока бумы по фрагам. Ну, минимально, конечно же. Ну и по Нетворсу у нас, ну, тролль идет хорошо, в принципе. У него 4К уже есть по Нетворсу почти 4 тысячи золота уже у Дума. Ну, а дальше Дримаселл на своем в Войт Спирите. Тимберсоу добирается до 4-й строчки. Кстати, а оба 3-500? 3-500. Хотя такое начало было, да, слабенькое вообще? Ой, ку-ку. Здорово. Взял баунти, а теперь как бы, давай, возвращай. Фукшот. Да, есть, нет. Майорф там Крепа. Станкентавра есть. Левел 4, 2 саппорта. Вот как неприятно, на самом деле. Плевок пошел и замедление еще сверху, но нет. Дума, ты интереса как по книжке порешает кому-то книжку. Аппарат заразилет. Ну, как бы аппарат 6-й нужен. Сам по себе. Ну, как у тоже нужно. Ну, шизлокерку тоже нужно. Аппарат вообще не герой, типа бешусь. Ну, согласен, да. Нужно где-то опыт себе найти поскорее. Да, по поводу аванпоста. Верхний отжали у нас гики, нижний был для бумов, да? На 10-й. О, лишь готов падать в это время у нас или он? Еще один фраг для команды бум без раздвина. Уже пятый подряд они делают фраг. Как-то у нас немножко гики выключились из матча, скажем так. Выключились. Ну, да. Надоело им играть. Ну, как вы показали, что шли в такой пассивный фарм. То есть, сначала были активные, перемещались активно. То есть, как у вас были вот эти ганги от двух суппортов, а там за последние сколько минут 6 они, ну, просто вот, успокоились. Успокоились. Творца ж дуртиков по полторухе. Ага. У Рейдинтов. Полторуха. Блин, такие саппорты от Oracle. Было сколько золота у него? В смысле? Когда? У него раньше был GPM талант. А, да. У Леона было вообще 120 золота. Там 90 было, по-моему. У Oracle 90, да? 120 было у Леона. У Леона 120, а у Oracle 90, по-моему. Oracle было там вроде 90. Вроде бы 90. Oracle сначала был талант на Экспу, а потом выливали золото. Да. Не помню сколько. Ну, все, как бы. Доходы. Фишка в том, что баллы пропали. Были на бабках. На. Сидели. Просто руки за голову. Сейчас на банках. На базе стали, вардики покупают. А сейчас сидят такие. Что делать? Ну, непонятно. Ну, есть лопата, в принципе. А клокерку аппарата по 2200. Но у них опыта нет. Хотя тут тоже, по опыту, у нас немножко просели парни с команды Geek. Ну, на суппортах. Точнее, Oracle. Там есть уже шестой у Леона. Ждем первый палец. Возможно, он войдет в ФиБиеза. Нападение всей команды на Тимбера. Все. У него 24 стак. И он рашит Алибарду против Троля и против ОД. Видимо. Встреча с Такана. Так. Чуть Аркана не... О-о-о-о. Здравствуйте. Здравствуйте. Станкин Тавер спасает. Давай, чейн пошел. Ай, не успеет. Ну, почти ушел. Ай, 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 ай. Это было бы забавно, если бы он тут скрылся. После Стана этого Гентавра. Ай, 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 ай. Кстати, Аганим все-таки собирают ОД. Ага. Он будет Пико собирать. Он просто в Херстав поставил кикбай. Ну, Аганим хороший выбор. Выбор, в принципе. Часто мы его наблюдаем. Как раз-таки вот в тех же матчах против Марфа. Я часто его видел. И... Ну, в целом это работало. Судя по кольцу, Риенчик мотивный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть Кукшот, Комбинейшн. Ну, это лишь один Леон. Но, тем не менее, это фракт. Довольно-таки бесплатный. Еще и можно поймать здесь Вайт Эмона. Дум! Залетает у нас теперь подбайтили. Как раз-таки Древоселл. Есть Стан. И это минус Корр. Команды Бум. Также падает и Клок. Видно Апарэйшн. Тибер недалеко. Тибер запускает свой Чей. Запускает еще и... Свой Чикрам. Раздамажил неплохо так героев коллектива. Гик Фэм. Раздамажил еще и Вайт Эмона. Пошел и допилит или не допилит. Не, не, вы же. На базе в этом не лопнет? Не, 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 не. Живо остался. Вот так вот? Допередавили. Видно было. Сделали убийство, пошли куда-то, быканули. А там стоял просто Doom. Уже с этапом. Причем у дома нечем стопить. У дома еще был Стан. Ну да. Поставим по герою. У него на 4 вкачан первый спел. Двор? Да, двор. На 2 у него земля. Ну да. И просто Стан Кентавра. Кстати, часто стаки формят у нас парни из кланки. А будет Спирит нереально мобильный герой. Как можно было подставиться, только набежать? Да. Там заилкой стал. Ой, хукшот мимо. Ошибает Клакверк. Прям в крипа вторанился здесь. Ничего бы не произошло. Там сзади Араху уже был. Это да. Вот там у Оркла нет хотя бы ультимативной. Хоть что-то радует. До Диффузов дошел тролль. Сейчас будет пока очень сильный с Араком. Ой, как неприятно. Рейвен. Начинает шинковать здесь Фибеза. Пора уже уезжать от Телепорт сбили. Как же неприятно троллил. Куда вот так ловишь просто. Ну хотя бы Диффузов уже есть. Уже можно что-то сделать. Дали Бартманда выйти к Тимберу. Ну пока у нас такая весьма равная битва. Перефарм примерно 1000 золота за команду Гиг Пэмп. По счету 6-6. Напоминаю, это третья карта решающая. Команда проигравших покидает турнир. Победитель будет уже в финале региона играть. Через несколько дней. Ну подкоп пошел. От листа контроля есть. У коллектива как раз таки Гига в но и Фибер. Так же ему все равно. Так же ему все равно и тролли. Ну как же сложно тролли подрубать ультимативный. Ну и УД спрячь и дали демонжа. Да. Он умрет. Ой. Он умрет. Он умрет. Там по времени было. Неприятное убийство для аппарата. Трида. И по итогу толпой пришли. Вчетвером. Да, да, да. Убивать одного Гибера. Били его полдня. Еще и тролли. Как у него же ничего нет на тимбере. Ты вообще видел? Он только стихот купил. Да. Только нажал на кнопку купить. Смотри, вот нетворсы. Три топ нетворства команды Гигфам. После пятерка идет бумов. И такие, ну, бюджетные саппорты. Хотя, в принципе, он уже немножко поднабрал. Когда тут одна тысяча на такой минуте, вот шесть-семьсот петерля. Потому что это прям большая разница с пять-семьсот. Да нет, тысяча всего лишь. Всего в одном убийстве, грубо говоря. А сейчас за Киллингс передает по 420 золота. Форстав купил себе ОД. Готов Пайт у Дума. Опять сетап ульта аппарата. Нет. Опять стоит Дум, пытается кого-то просто дать Танкентару. Ну, просто в прошлый раз стоял АФК. Вот как Джек Фэм и нашли свое убийство? Они просто стояли АФК, а на них пришли. Да? Ну, таких... Выжидали. Сами они не выходники. А как тут сами выйти? Что сделаем? Там в центре кто-то вышел вроде как. Или нет? ОД. Получает плево пока показки от аппарата. Дальше никто не вырывается. Там Синю у нас подстрял. Это Кукуева. Провожает краски во все здесь. Катистан. Подъезжайте к Тимберсу. Нужно ловить Дума. Но он парень быстрый, мобильный. Но вот от Кукшота его тут не спасает его мобильность. Хотя он слишком плотный. Несложно его убивают. Да, ну он с пайпом уже. Нужна поддержка. Нужно ультимет аппарата. Аппарат промахнулся. Ну и что теперь дальше? Угнать его? Уживание далеко. Ну просто пошел. Не стоит. Уже все. Уже все. Был бы ультимет аппарата точный, то возможно бы убили. Но так не по шансам. Органскейл упал. Без аппарата даже не стоит начинать его убивать. Ну да. Ну он слишком жирный. Слишком много у него от форса. Здесь у нас по-моему кто это у нас. ФиБиез. Стан по таймингу, да. Отлично. Но тоже парень плотный, конечно. И с ним тоже возникает проблема. Ультимет пошел еще и от ОД, минус по ФиБиезу. Неприятненько. Но видишь, уже так долго дефили эта вышка на топе. Тимбер уже должен был умереть. Ну да. И вард за вышкой стоит уже 3 минуты. Они просто понимают, что никто его не спасет. И вот идут так вот его давить. Все что происходит. По XP ситуация равная. У всех одинаковые левела. По 30 тысячек свына фармили бы команды. Нашел философский камень Морф. То есть саппортику кому-то даст. Приятно. У Леона Кеноптик. На каст рэндж. Тоже очень приятный артефакт. Кастя Даггер покупает на ней линзу. И кстати даже странно. Да вот мог бы в принципе и форстаф даже попробовать купить. Против Клокверка. Но все равно покупает Даггер. Ну да. Можно было. У него прыгнуть будет сложно играть. Может просто хочет бежать. Он решет. Здесь аванпост. Но нет. Так бесплатно он его не возьмет. Но туда. Я вот всегда не понимал. Вот 18 минута. Зачем его фост тебе? Захвати ты его на 19.40 там в смоке пойди там. Ну да. Вот так вот размениваться на 18 минут. Ну захватишь ты сейчас. Отойдешь и его захватят обратно. Потому что вы не играете в смоке. Смотри. Нубфром.ua заливает 1000 баксов. Нубфром.ua заливает 1000 баксов. Хорош. Чего себе красавчик красавчик. Ну это многие в курсе кто это. Многие в курсе. Ну да. Удивлюсь если кто-то не знает в чате. Но этому там объяснят очень быстро. Ну прям я красавчик. Да. Такая вот реклама. Кстати да. Как вариант в принципе. Да. Ну опять же человек решил помочь. Да. Ситуация. Да. То есть всегда есть люди которые выращивают. Нет это все было сделано ради рекламы. Это просто понтуется. Но нет как бы. Конечно же это не так. И люди которые так считают это ну не знаю это глупко по мне. То есть везде видите такой подвох. Везде видят выгоду. Да 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 да. Это неправильно. Чё почители Барда у нас по Тимберсова. Кстати все таки орчит. Да все таки орчит купил. Причем орчит ты ж видел? Да там поменяли. Когда был торн теперь собираешь. Там нет. Там атак спида дает больше. Там не допустим крита. Но больше атак спида. И орчит тоже поменялся да? Орчит? Нет нет нет. Орчит обычно осталось по моему. А краски вот ты с хиперстона покупаешь. Правильно ведь? Сейчас. А да 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 да. Дело в том что с хиперстоном покупаешь. И опа. Вот это дело. Шлейфом да. И вот неприятное убийство. А будешь делать обет? Не будешь? Тогда все умрут час. Байбека у нее нет. Аббека нет да. А там погоня пошла. А там у нас уже влетает Тимберсов. А там у нас партнер готов врываться в это замен. Поймаливает и мона. Войт и мон получать сетку в этом он умирает. Нужно еще кого-то ловить. Там хукшот. Не в кулдау. А нет в кулдауне. Отмена. Отмена. Все обидно оракул да. Да. Убили. А вот в следующий раз не будешь лезть. Тимбером. Вот так вот. Будешь знать. Чтобы неповадно было. Нет. Просто так шли знаешь уже. Отходите. Отходите. Вот они в прошлом матче так же сыграли. Но там же ситуация была когда они очень много лузали. А сейчас вы теряете своего мидера. И такие. Парни погнали. Куда? Зачем? Не стоит этого делать. Это было крайне необдуманное решение. Не буду говорить, что глупое, но необдуманное. К следу теперь может хотя бы с блинка ворваться. А не будем ждать за елкой. Хоть что-то. Так попроще будет. Почти Glimmer. НЧТ ОПАРАСИН собирает. И кстати. Четыре 500. Напомню жесткий фикс Glimmer. То, что ренчкаста Glimmer теперь 500. А раньше был 900. Или даже больше. То есть, знаешь, это не особо чувствует, например, Леон. У которого талант на Каст Ренч на 10. И еще и Киноптик сейчас 75. Если ты покупаешь линзу, в принципе, то тебе пофиг. Glimmer, Форстав. Так, на Форстав тоже ренч. Кукшот. Прям вплотную заряжай здесь. Ну, поэтому он. Форстав тоже впритык только юзается, грубо говоря. Это очень важно. Ну, легкий фраг, в принципе. Килинг Спри уже готов для ФиБеза. И Алибарда. Вот она. Та самая Алибарда против ОД. Отлично. Очень быстро. Очень круто. Очень своевременно. На самом деле, это геймченж. Вот эта штука с Форставами. Да. Потому что, если он на саппорте, то тебе нужно подойти почти в притык, и ты, скорее всего, умрешь за свой Форстав. Это очень, на самом деле, неприятно. БКБ появляется у тролля, но посмотрим, как он его реализует. Знаешь, обычно там, обычно билд, какой я наблюдал, дипуза, башер, БКБ. Типа там забивать уже до Талова, грубо говоря. Он решил через Сашу Яшу сыграть. Саша Яша хорошая против чего? Против ульты аппарата. Она просто быстрее спадает. Не знаю, вот с одной стороны, можно купить Сашу Яшу Сатаник, чтобы быстро ульта аппарата спала, да? Да. А с другой стороны, ты покупаешь Сатаник, а он как бы контрит свой ультой аппарата. Смотри. Вылазка такая. Уже на хосте Морф, еще и в ботле дабл дэмонж. Прям идеальный такой запах. Он линку сыграет, да, с него пропустил? Линку, вроде да. Готов блин дайк для Леона, и также Аганим готов в те времена был для ОД. У нас на хагране уже как раз не блок, но промахнулся. Отличный блинкаут, только что был вкастован. Есть у тебя аппарата накрывать краски здесь немного дума, но они ушли на безопасную дистанцию, ловить их уже нечем. Хотя, контр-врыв какой-то или что? Уже на дабл дэмаж, аппарат. Окей. Блин, сколько же денег дает за Килинг Спири? Да. Оракл забрал. Солидно. Да. Ну, это получилось, то есть. Казалось бы, посмотри. Типа, по нетворстам у джекфэм все в топе, а их почему-то щемят, бумайди, заходят, и они еще и боятся отходят. Рошана, не-не-не-не-не-не. Тимверс пришел, сказал, парни, вы там остыньте. Одно бисто мы вам дали, но это все, что мы вам дадим. Все. Успокойтесь там. Идите дальше и свой лесок фармите. А мы там сами разберемся. Как нам дальше играть. И вот, чего собирается пока пойду. Думаю, надо добить 15-е. Там талант плюс 150 золота. Там и БКБшечка, и все остальное. А пока что один форстав на команду играть сложно. Ну что, вылазка у нас идет танковать тролли на Блэкинбаре. Если что, он есть врыв по Хайду. Подцепили его на Хекс, подкоп. Так, минус почти все. ХП добивают его. Но у того есть байбэк, ультиматист аппаратов в целом неплохой. Но команда Бум не врывается. Не мстит за потерю Клакверка. Блин, одними саппортами пока отделываются. Ну да. Почти линпай. Выкупается, кстати, а куда? А зачем? Откуда? Рошана, Рошана. А, сразу понял. Да, ракета пошла в рожпи. Сейчас будет Вижен. Клок готов ворваться на Кукшоте, если что. Подумал, что у него все равно ничего нет, наверное. Ну, да. В целом, почему бы и нет. Кстати, руна регенерация снизу в ботл для Dream of Self. Кстати, а у них два ботла или это Морф отдал? Скорее всего, у Морфа была... Да, у них два ботла. Да, у них два ботла. Ишь на линию, походу, нужно было ему ботла. Ну, окей. Ботл раздешевле стал в 125. Кстати, вспомни, руны теперь не появляются на второй минуте. Да, на четвертой руны. Как это то, что их теперь одна после... После сороковой? На самом деле, это хорошее обновление. Команда, которая контролировала две руны, могла там штормнуть аркану и дд и летать. Или аркану и реген. Как-то не особо красиво получалось. Ну, да, было такое. И плюс еще, когда появляются две руны, то есть вероятность того, чтобы, например, например, тот же Double Damage, он же, по сути, может выпасть два раза подряд или нет? Ну, следующий бы типа. Да. В одном месте. Мне кажется, в теории ему... Я просто не помню, как это работает. Мне кажется, что это так и работало уже. Возможно, руны могли выпасть два раза подряд, но это не точно. Так, по шейшмотке у нас уже третьего тира, палатинс ворд, майнбрейкер залетает. Команда пока формят. Так, Блокенбар себе решила прикупить Дримасел. Что еще из интересного? Морф там формит. Вот. Что он формит? Линку, да. Добивает все еще себе шотган на месте. 17-й левел. Тимбер у нас сколько? Да, просто надо с его линку добить и все. Ну да. Смотрите, игроку аккуратно. Все нормально. То есть, да, добить линку, добить Блокенбар, что-то там формить себе. Тимбер себе нашел Незер Шауль. Его, кстати, подняли в этом плаче еще. Поднимает его и поднимает. Он цитикаю в форме сетимбер. Выбил Колчан тем временем. Незер Шауль теперь отдает 25 Magic Resist. Отдавал 20. Видишь? Ну и нормально, 5% это очень много. Не видно. 25% Magic Resist. И помимо того, что у него есть хут, и он еще собирает Каю, усиляет Каю. На 15-м талант у Тимбера правой усиливает на 10% спелла. И Незер Шауль усиливает спелла. Короче, все у него усиливает спелла. Играть на самом деле приятно. А еще вот спирита 200 до БКБ. Нет. 300, 300, 400. Вот так вот. Тролль, 5 минут, кстати, нам покликали. Клок собрал БКБ. Ой, тролль собрал БКБ и ни разу не купил. Нормально. Точнее, ни разу не завязывал. Кстати, я вот такую получу информацию. Там сейчас, тут не мы китайские. И, допустим, у Бернинга онлайн тысячу миллион сейчас. Серьезно? Да, миллион у Бернинга 900 тысяч у Лон Диди. Протикей полмиллиона и 430 и 650 тысяч. Нет, не эту игру смотрят. Ну да, но они тоже на китайском освещают. Ну там солидные цифры. Неплохо так. Ладно, у нас пока смог вылазка пошла от коллектива гиков. Посмотрим, будет она успешная. Тем временем падает курьер. Ак врывается, есть стан, подкоп. Это лишь один суппорт. Еще и потратили палец, его не набили. Да ладно, ультим этот аппарат, но мимо. Спустил рановато. Нужно было подождать. Плохая ульта аппарата, но... В принципе, он в панике нажимал. БКБ заюзали. Этого достаточно. Идет у нас выход на топ. Оракл тролль выходит. Оракл сразу отжимает. Далее морчит, распилили просто за полсекунды. Да, такая стрижка вспышка получилась. Там нереально сильное увеличение урона. Если посмотреть, сейчас ульта задет. ПКБ. Так, у нас Коги под зоню пока здесь с ним. Какая-то неплохая. Накрывает у нас кла-кверку без ББК. Заряжает еще и в сторону аппарата. Он опять выживает. Да что ж такое? Как он живет на этих ЛОКП? Поймали в это время у нас еще и Тимберсоушен. Оракл тролль. Оракл тролль. Ой-ой-ой. Это под обратно. И сюда еще поймали. Башню от Рошана накрывают. Бедного дума-то за что ты так с ним? Рошан отпусти. Оракл тролль. Как же много урона под обратно было от морфа. Он просто фулл КП лопнул. Просто фулл. Мне кажется, он в шоке. Я думаю, да. Не, если бы я был, я бы просто был в шоке. В шоке. Ну, 4К урона внес. Просто смотри, ОД там с ультимейта столько раздамажил, а тут морф такой. Пацаны, сейчас покажу как надо. Сейчас покажу как надо под аппаратиком. Да-да-да, работает парень. Ищи Рошан, он там подцебил чутка команде. Пару раз прописал в ухо. Думал. Фортун Энд. Так, подвязали. Далеко зашел у нас ФБС. Вот его разваливают сейчас потихоньку. Да, возьму. Ухухухухух. Вот ты видел по 374. 23 стака. Нет, это не шуточки. Нельзя. Ой. Тут лучше заранее прожимать кнопочки, а то после можешь не успеть. Нельзя давать 23 стака. Нельзя так убийство делать. Вы хорошо убиваете тролля. У вас есть Рошан. Пожалуйста, сыграйте качественно и все у вас будет четенько. Тролль пока не знает, что ему делать. У него нет БКБ. Если Оракла подконтролить, а Оракул умер первого за месяц, я не понял, он байбекнулся или нет? О, я вот упустил. Да, я тоже упустил момент. Кстати, полминуты. Байбек Оракл, видишь? Да, он байбекнулся. Если сейчас убить Оракла, он идет отдыхать. Где-то отдыхать секунд на 60. Да, где-то так. Шотган, Рейвен. Неприятно. У нас байбек только аппарата в игре. Кстати, да, забавно. Да. Все так прям потратились. Ну что, 10 секунд остается до повеления Timbersoul. Будет телепорт, конечно же, на Пайп Зьюз, а в отбоск. Очень хороший ульт-аппарат. Невероятно хороший. Ну, выгнали. Здесь из Рошпита гигфамов нужно Этеригененца. Не стоит врываться сейчас. Им вообще никак нельзя этого делать и накрывать вторыми у нас Думан. Думан-то у нас на Spider-Lex отступает к себе на хайграунд. Появляется у нас руна. Точнее, руны баунти. БКБ не было, да, или было? Файти вот не по-моему не было. Сука там, секунду. У него свежие. 10 секунд, да, только принесли БКБ. Как бы тут уже тоже с ним придется считаться. Когда он только что разрубил Тимбера, блин, но он набил 23 стака. Это да. Ну, это после файта был момент, когда Тимбер решил немножко побаковать, скажем так, и слишком далеко зашел. Да, 23 стака — это не шуточки, так сказать. Да, это два десятка. Ой. ОДК-то не успел. А куда он пошел? Ну, ладно. Просто аппарат забил, ушел куда-то дальше. Не знаю зачем, но да ладно. И сейчас он умрет. На самом деле это нормальный размен, потому что... Не просто он как-то шел, то есть увидел ОД, пошел мимо дальше на горку. Такой, ой, привет. И все. Да, именно юзаж Бикиби очень важный в этой игре. Ну да. Чем быстрее будет 5 секунд, ОД, тем быстрее он станет таким более уязвимым. Ну, тут не поспоришь. Такой весьма аргументный аргумент. Конечно, конечно. Оракл точно не должен быть заместить. То есть, если все начинается хорошо, сразу минус. Смотри, опять у нас момент, когда капитан команды гиков уж очень мало имеет золото. Здесь, правда, он не так много стоит в центре, как в прошлом матче против двух инвизеров. Но, опять же, золота нет. Золота опять нет. Но ББ к Цему пришлось. Да, было. Крайне приятненькая игра. Кстати, у нас, в принципе, до старта матчей в рамках региона СНГ остается минут так 45 примерно. Я думаю, что... Ну, успеем мы данный матч досмотреть. С небольшой паузой начнем краски битвы уже в рамках СНГ. А кто не в курсе, там играет Дэнди, Би-8 против Нави. Дэнди против Нейта с Винцером. Да, впервые в истории. Впервые? Би-8 против Нави впервые. Они же не играли. Они раньше не играли никогда? Ну, нет. Были на Мэдмуне, но Нави не поехали на Мэдмун, потому что готовились к ESL. Ну, то есть непосредственно забоялись. Правильно? Получается так. А сейчас как бы судьба их свела снова месяц, что не смогли они увернуться от этого. А сейчас, если команда Дэнди выиграет, то можно сказать, и тогда бы вас выиграли, и сейчас бы выиграли, да? Возможно. Посмотрим, как оно будет. Что, там будет стараться Семен, все мазеслайер, кривуля. Только подписали его вчера. Да? Да, анонс вышел. То есть он был, можно сказать, с Дэндином все время. Ну да. Все-таки остановились на кандидатуре, Семенов. Ну, возможно, как бы были бы какие-то другие варианты, ну, если был бы сам мажор. То есть в зависимости от результата. Но как бы решили, что играем дальше. Хотя не знаю, ну, как бы там непонятно. То есть если бы там реально было топ-16, допустим, на мажоре, то, возможно, были бы какие-то перемены. А так они решили, что вроде как бы играем хорошо сейчас, пока вот в закрытую. И давайте играть дальше. То есть пока есть время. И как бы пока же ведь непонятно, что будет дальше. Вот. А там уже есть цель. То есть именно повезло, да? Да не знаю, почему. А может, на мажоре, там наи были бы топ-3. Ну да. Всякое ведь бывает. Ну, возможно такое вполне. Так и было. Какой-то смешок вот туда такой залетает. Да нет. Да, я надо, кстати, напомнить, что у нас возможен первый гол в скором времени. Кто знает, может быть, сегодня. Да, кто знает, может быть, сегодня. Битва между финалистами Европы и СНГ. Вот кого бы ты хотел видеть финалистом Европы, допустим? Финалистом Европы? Блин. Там жестко. ОДЖИ просто не фулл-ростером играет. Ну да. Ну, как бы не... Ну, Нигма снова как в развалочку по лузерам или Сикрет, которые проиграли. В развалочку по лузерам, но тут сразу лузера, грубо говоря. Ну да, так смотри, сразу сходу. Как бы, о, наша схема, мы в этом шаре. Ну, посмотрим. Да мне всегда интересно за Сикретами наблюдать. Всегда очень красивая дота. Ну, Нигма тоже так удивили. То есть на Миноре они... Просто Нигма по нарастающей начинает играть, а Сикрет сразу. Ну, вот посмотрим сразу. Это да. Ну, просто, знаешь, тот же матч, допустим, финал Мэдмуна, где они 0-2 проигрывают. Там первые две карты по 30 минут проиграли, и потом собираются, и три подряд. Да, это их очень сильная черта. Видишь, хочется сразу тоже видеть. Сейчас посмотрим. Кстати, у нас сегодня будет матч последний, получается, в рамках Америки. в Северной. Это будут Крейзи против Клауд Найн, против Энви. Да. То есть по факту Энви сыграет против той команды, откуда он ушел, чтобы быть в Клауд Найн. Ну, он в Крейзи мог играть, да? Да-да-да. Понял. Там же ушел Энви с Снэкингом, по-моему. Да? Я за этим сейчас не особо следил. Но зато я следил за Минором, где играли Клауд Найн. Крейзи там играли. Клауд Найн мы играли где-то вот недавно, и там прямо у них было все плохо. А на Стаммите, на Стаммите. На Стаммите, да. На Стаммите, на Стаммите. Ну и Крейзи тоже там не особо хорошо было у них. У них же 0.6 было на Стаммите. Да, да, да. Это уже сидело, улыбался. Там, кстати, 2 900 у нас у Марфа, тем временем 20 левел. Скоро будет Блэкенбар после Ликинг Сферы. Готов. Анпауза у нас происходит. Да. Это хорошо. Инверсово отжимает. Так что происходит дальше? Клокер. Занимает вторую строчку снизу. Это не совсем приятно. У него 2 брасера и 2000 на кармане. То есть, грубо говоря, если отнять 2000, который у него на кармане, то он сейчас бегает с 2500. Ну да. Как-то маловато будет, соглашусь. Ну пока он, не знаю, собирает. Блудстон появился у Тимир, блин. Блудстон реально очень сильно. Просто наш ОД с таким билдом откушает. От накрыли здесь ОД. Есть по нему не так. В Аквари нужно юзер ПКБ, сразу его не юзер. В этой монстре у нас пока парадема пошел. Слишком много во что дэмоджевого товарища. У нас разбирается в это время на Дримасел. Дримасел его отправлять в таверну. Кстати, далеко он зашел. Разрывает урон. Но по Хлаккбаре у нас кей остается. В это время у нас вырывается тройность. Нашинковать здесь Микотумик. Он на перекачке. Есть Когена по цепке времени у нас от Клакверка. Без маны остается Тимирсова. А как уйти без маны? Ну вот нужна мана есть. Мана, но он не уезжает. Развалили лицо команде Бум. Вроде бы нормально начиналась драка, но нет. Там в леса у нас немножко отступили парни с команды Гикфэм. При этом неплохо так ворвался тролль, который просто пошел шинковать всех и каждого. Да просто Дум дал вот спирита ульту. Ну да. И тут был далеко. То есть он зашел как-то вглубь добиваясь. И уже не было момента под сейв. То есть нечем было его спасать из столь глубокого положения, скажем так. Ну Рошан для гиков сейчас достается. Тролль его потихоньку шинкует. Правда, пока получает баши в себе в лицо, что неприятно, конечно же. Ой. Хайда. Паучьих ногах нагоняет ку-ку. Пошли батарея салды. Клаквер, кстати, еще здесь. И Когик. Сэфер выжидает. Есть подкоп. Не видно, они не видят. Попаджайся. Ксайда. Аппарат. Так. Дум. Ты куда полетел? О, вот это он отважный. Хотя тут на месте у нас еще и ОДЛД заряжен на краски арбы. Там у него очень много должно быть сейчас зарядов. А нет, 12 всего лишь. Ну ладно, тоже неплохо в целом. Я думал, что-то больше. Если честно, тут разваливает аппарата. Ну и какой-то питфест небольшой команды бум произошел. Уверенно в себе, уверенно в себе. Джек Фэн, то что могут. Да, это... Ну, так и есть. ОДА взял хосту. Думаю, есть БКБ. Почему бы не пойти вперед с Сананом Кентавра? ОДА уже пика появилась. Много артефактов у него. Да. Надо подумать, какой идеальный файл. ОДА подъезжает, так есть ты по одному. У нас пока Астрал Блокенбар ОДА уже потратил. Из-под коп заряжает Фибеза. Как же боль. Густон, нажмешь мой. Нажмет, конечно, но не выручает. Такой идеальный файт для Джек Фэн, для Бума Спортс, чтобы Камбэк на тигру. А, это вопрос? Едут и отец какой-то файт называешь, не знаю. Он на самом деле единственный вариант. Как? Ну, Клак Века, чтобы поймал. Убить урак Валиона, который без бэбэка. Ага, дальше уже драться. Для суппортов? Да, без суппортов. Но в целом это можно сделать. То есть там как вырывается в спину Клак Верк на парус, уйдь Спиритом, 2-го убивает Морф. Да, купить Форстафф, купить. Ну, да. Может какой-то Линко как-то задолжить Doom разочек. Долитка есть. Да я понимаю, но это вы в спириту Дум. Ну, это Доша Линко, Уморфа. Так, опять же, даже если бы Линко купленного Вайдана, ее-то сбить, есть с чем. Ями Душиморф может повесить. Не понимаю, да. Ну, именно сыграть на реакцию. Да. И за счет этого комбета. Да, да, да. Вот так можно. Но это, опять же, такой не самый простой вариант. Вообще-то пауза стояла, у них все было хорошо, и начали добы посиделать. Странно. Видимо, у нас каски неплохо обсудили. Парни из ГИК, что же предпринять, чтобы вернуться в игру. Чтобы взять бразды, как бы, правление себе руки. Билл Фрастов. Решил все-таки ставить команду. Понимают, что же не Бладмейл, не Линко формит. Ну, блин, он нужна Линко. Его закрывают. Там Бладстолн чутка подразряжена темберсо уже. Еще один отрал пошел неприятно. Так, Микото. Там уже Сипун 6 Бакмикото выжидает. Подъезжает здесь нас по кокею. Ой, там аппарат. Получилось в это время нас убивает опарейшена. А что это за захват? Хотя, смотри, поймали. Там у нас вроде как ОД, но ОД с Айегисом. И его пробить не получается. Выбивает лишь сейчас Айегис. Далеко у нас поехал ФиБиЭс. Врывается тролль, тролль шинкует. И уничтожай Клак вверх, Клак без Байбэка. Топоры пошли по ФиБиЭзу. Есть по нему еще и Астрал. Есть Дум, есть Дум до сих пор. В Астрал Дум пока не залетает. Где Морф? Морф ушел. Пытается Морфа, пытается Морфа заселить. Сейчас у нас по кому-то Дум. Все, развели на БКБ. Дримастел в БКБ. В Блокенбаре. Отступает. Отойти на сих пор. Дум прыгает. Дает кому-то Дум. Нет, не дает. Смотри, он отключает пассивки. Путь кибера уже. Смотри, пока у нас поражает Дримастел, Дримастел Таверну. Но также подает Дум, который Дум свой не вкастовал. Ну, хотя бы так. Какой-то плюс для команды Бум сейчас. Это хороший размен. Потому что Дум отключает пассивки. И у него есть еще Дум. И он умер. Сейчас нужно срочно принимать замес КП. Это вообще очень хорошо, что убили Дума. Только нужно что-то сразу делать. Так еще и Егейс убили по сути. Да? 12 тысяч, но нужно идти давить. Ну, посмотрим, будет ли они это делать. В принципе, как бы нет вот спирита так-то. Что-то приятно. Эбисол Блейд готов для тролля. Тем временем повышать себе момент краски и инициации. Можно будет кого-то прыгнуть. И заведеть в лоб. Лиммер Даггер, Фрастов собирать все уже почти 20 л. Кстати, Орг купил себе Блиндаггер, тем временем. Так что убить его будет посложнее теперь. Ну, плюс момент позиционки он может держать. Ну, только более глубокую позиционку, чтобы его не выключить. Я сколько заметил. Сколько заметил игру. Ну, чувака на пятерке. Что он делает? Он не покупает себе стик. Хотя Ораку может на себя накинуть потом стиком отхилиться. Потом я у него редко вижу хилки. Знаешь, обычно саппорты покупают на Оракуа по парахилочек. Ну и собственно, выхиливают по максимуму. У него я такого не вижу. Особенно, ну блин. Ну, как можно стик не купить? Уже 200 золота стоит. Ну да. И так помогает, честно. Но он не хочет. Ну, он не хочет. У него другая. Другой план на победу. Конечно. Там, кстати, я готов уже Хекс был для ОД. Да, да, я видел и видел. Это неприятно. У него было 9 зарядов сколько сейчас? 10? Кого? В Биазо? В Тимбер 10 было, по-моему. В Тимбер. А, кстати, 11. 11. Походу, когда выбили Айегис, у него зарядился заряд. Ну, видимо. Видимо, да. Потому что о чем? Там же Дум умер, правильно. Ну, там убили Древоселла еще потом. О, нет, 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 стоп, стоп, стоп. Да, да, да. Там умер Дум, получается. Древоселла убили. Там кого-то еще убивали. По-моему. Ну, ладно. На суть важно. У нас пока вот игра немножко, скажем так, остановилась в плане каких-то действий именно в плане файтов. Но, учитывая то, что команда GeekFM наверху готова ломать последнюю внешнюю вышку у нас, возможно, скоро произойдет побоище или же сплитпуш. Сплитпуш у нас точно произойдет. Я уже наблюдал. Леон пытается его остановить всеми силами. Было бы неплохо такого Леончика бы убивать первым. Опа. Пытались найти Водит Спирита. Делает типи-аут. Типи-аут. Да, вчетвером сместились сюда. Вот одного такого Леончика нужно убивать. Все, все идут к Леону, понимают, что с 0, она будет прыгать. Бум-бум-эспорсы должны прочитать данную ситуацию. И что-то с этим сделать. Нападение. Хукшот так подсперединился. Пока ОДЛД себя подставил. Есть шотга на мил все это залетает. Есть форстаф. Ну и просто перелетает Коги. И выживает удар. Плохо дали кнопочки. 3-700 хп было. Осталось 1400. То есть, 2200 сняли. Ну да. Сняли 2200, при том, что он, грубо говоря, промазал спеллами. Ну да. Ксиварды хорош, что я тут команды. Бум сейчас. Они там лес видят. Ириню там с лесом. Детектов. Снова пауза он оставится. От гиков. Кстати, вот интересно. По-моему, вот Индонезия, если я не ошибаюсь, у них, по-моему, плюс 8 по времени. То есть, сейчас у нас в Киеве полшестого. То есть, у них уже поздно. Или не присвоится. Присвостим китай точно. Он плюс-минус такой же свой пояс. Ну да, думаю, там уже часиков по 12. Там уже за 12, мне кажется, там где-то к часу. Может даже к 2. Ничего, в дотка играет. Ну да, в принципе, как бы. Лучше, чем паблик поиграть. Кстати, бабочка, которого для Марпати временем. Еще я искал этого. СМЖ, миллион, смотрит. Да, да, да. А что делать? Так что вся Азия валяет. Вот это тоже, на самом деле, про принципиальность матча. Ой, Фибес. Ай, да ладно, поймай его здесь. Неприятно. Ну, Эписа Блэйд, заряжает роль, драньет в ману, шинкует. Фибес потихоньку, есть еще инфейл Блэйд. Как же неприятно Фибесу. Настив подключил. Про принципиал. О, там еще и древострел падает. Это был Хекс. Там было много Хексов. Это были Хексы. Когда миллион смотрит, ты все-таки стараешься, пытаешься. Ну да, в принципе, мотивирует. Не поспоришь. Так, 25-й. Готовы в морфа, тем временем. Ну, 13 тысячи золота за GeekFem. Нашел смог GeekFem на морфе. Он дает моего спида. Ага. И гильдит. Светлый. Приятный артефакт, на самом деле. Ну да. Ну, или Занис Кейп лучше, если он идет такое. Две... Ну, просто... Смотри, там у нас Кейп готов ворваться. Просто найти иллюзию на морфе очень сильную. Хотелось бы, конечно. Сплетить надо низ всю эту тему. Ну, там, старин, низ прям под базой. То есть, низ вообще ничем не промышляют парни. Да. В плане того, что Леон там ловит на Хекс. Ну, убить его нужно. Нужно забатить на это, чтобы это пушил, убить его. Это третий? Да, он уже с чем-то должен быть. В этом параде, но там два героя пока дыхают. Хороший парад стоит, посмотри, оба ума рядом прям. Они понимают, что никто не будет. Кажем шинкует, а? Ха-ха. То, ладно, со мной. Комбисорубка от Рейвена пошла. Так, Рошан. Это третий был или нет? Вот меня вопрос интересуется. Тараска готова у Дума. Ну, видишь. Это он жирный, конечно. 4к хп. Рефрашера ни у кого нет. Я за ним оттаржил. Ага. Видимо, был второй. Странно. Чем он сбил? С 42 минуты. А? Сеткой. А, у него спайдерлэкс вроде был там. Ну, и там летелся только. Странно. На хосте хостас пошла. Ну, сейчас игрушек. Морфлинг был без бэбэка, он почти откинулся. А, у них была сетка от троллей лесного, который вызывает скелетонов. Да, я просто не увидел. Странно таврово, сейчас он взялся. Ливерер падает, может быть, подпушить при помощи его. Нинджи Джиллеру падает. Его можно просто отдать или ОД, или Леону. И пытаться. Опа, опа. А вот или Зенит Кейпу. Заказывал, в принципе, да? Сделал твой заказ. Твой заказ. Заберите, пожалуйста. Все по заказу. Но одна иллюзия спокойно сплит пушит. Там у нас сплит пушите временем тимбер. И туда смещается у нас Леон, чтобы линию немножко отпушить. Но он там пока лишь один. Хотя это даже не смещение, чтобы это поймать. Поймать и убить. Да, есть хекс. Слота с лотом. Нет. Честно, не может логить перекласть. Не знаю. Путимет Парешина пошел еще такой финальный сверху такой. В лицо. Чискаку бы он уже спал. Чтобы было просто видеть. Много, много. Он даже не пытался. Он даже не старался, получается. Как-то глупо. Умирает Тимбер, кстати, умирает еще и без байбека. И времени много. То есть, ну реально много времени, чтобы дойти до базы и сейчас подпушить первую линию коллектива бумов. Булторн собирает вот спирит. А тут уже баттерфля появляется. Ну все, на сплит. На самом деле морф, ну блин, морф 600 толп. Ну да, так и есть. Ну вот Doom тоже влете, знаешь, неприятно. Он купил себе Тараско, например, а не рефрешер. Это, типа, очень неприятно, в принципе. Ну что, будут принимать спину? Я так понимаю, парни из команды Бума не решили вот сейчас драться без Тимберсоу. У Тимбера нет байбека, не хватает 1100 золота. То есть, нет информации о том, что нет байбека у Тимбера. Так что сейчас рискуют отчасти Бума и тут уничтожают аппарат. Аппарат падает с байбеком, пока не выкупается. Сступает морф в Блэкенбаре. Есть Астрал, тем временем у нас еще. И в сторону Клаквера тут улетает на хопшоте, но недалеко. В лапы команды Гекпэм, Эбисаблэйд. Это минус. Выкупается два саппорта команды Бум. Минус нет. Сейчас они как-то вернутся в это за место. Но там уже нет ультимативной у Клока, нет ультимэта у аппарата. И Рэйвен начинает шинковать под краски башни. Да-да-да, там урон повышен по строениям. Это крайне неприятно. Рэйвен получает еще и Коги в лицо. Ой-ой-ой, как же больно. Там отрывается лицо у бедного Клока. Он после байбека там не попадает сам по дому. Дум слишком жирно, просто идет по теч-4 вышки. Му плевает на всех. Есть у нас Финградес, но пока там у нас никто еще не ушел в таверну. Бестимбера сложно. Окей, Глиф потрачен, Тибер на месте почти. Ну, сбили с Дума. 40% КП на этого мало. Поймали в это время у нас Кейки. У нас, если что, должен быть на Айке. И сшинкует в это время у нас как раз с Кими Котами. Котами, Котами, Кота минус, но с байбеком. Все-таки получилось его там замесить. Ну и Ораку пока жив. Есть Велиндэ в сторону Рэйвена. Рэйвен получит еще и Чейн себе. Так вот, чисто в погоню. Даблкил готов для Кейки. Сшинкует в это время у нас краски Клок без байбека. Я напомню еще один раз. Ну и теперь он умирает. Рипл Кю для Кея готов. В прошлом матче у нас был ультракил от Микото. Возможно, сейчас у нас будет краски месть от Кея. И он сделает даже Рэм. Больше есть Астрал. Ну и сейчас умрет или не умрет. Да, там все. Там приплыли. Ну ладно. Тут без Рэм уже, конечно, но и так неплохо. Ну, в принципе, по крайней мере, у нас оправдалось такое раннее заявление. Как раз как команды...